И снова здравствуйте. Продолжаем смотреть сериал Escort. Страсти накаляются. Становится интересно. Давайте заценим третью серию. Продолжение следует... О-хо-хо-хо. Прикольно. Ты мне больше не дочь. Ты опозорила наш род. Я не хотела. Какая же любовь была? У меня не было любовь. Из-за тебя я умерла. Кошмары. О-хо-хо-хо. О-хо-хо. О-хо-хо. Здравствуйте. Мы вот закончили уборку. Да, ну и погром здесь был. Аж два дня убирались. Все хорошо? Вот ваши деньги. Диас? Диас, кстати, вот этот телефон мы нашли под диваном. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. На презентации познакомились. Ясно. Кажется, это не похоже на телефон твоих друзей. Посмотри. Да нет, и что? С такими ли бомжи, или барыги ходят. Или эскортницы. Тиша. Тиша. Ты дома? Привет. Привет. Как ты так вырубилась на диване? Устала очень. Стой. Не двигайся. Че делаешь? Это тебе для портфолио. Чтоб помнила, какая ты после пьянок. Козлина. Тебе кто-то просится? Адиль, ёпта. Ты про этой Нуры. Адиль. И че ему надо от тебя? Он просит в расследовании помочь. Ну, а тебе надо? Ну, а вдруг меня начнет подозревать. Копать под меня. А че, если че копать? Ай, дурак. Ладно, как занято. Но я бы не с толку бы лезть. Спасибо за совет. Нифига, у него 20 тысяч подписчиков. Недалеко до тебя. Кстати, можешь не выкладывать такие фотографии? Пацаны достали. Залипают? Ну, блин, хотя бы заблокировать, что ли. Я подумаю. О-о-о. А-о-о. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы встретились... Как обычно... В кофейне... И потом она ушла... Не хватает музычки для напряжения... Хорошо, спасибо... Все? А что, есть еще что сказать? Ну, я не знаю... Ну, тогда все. Спасибо за уделенное время... До свидания... До свидания... Все? Так быстро? Аккуратнее... Да... Сама в шоке... Чего... Чего спрашивали? Ну, когда мы знакомы с Айнурой... Имя, фамилию, как обычно... Вот уроды... Они специально дело сливают... Зачем нам это нужно? Не знаю... Ммм... Да-да... Все, хорошо... Все, въехал же... А может быть... Давай... Встретимся где-нибудь в городе... Кофе попьем... Ты мне расскажешь... Чего там... Чего знаешь... Детали... Да... Конечно... То я думаю, что... Мне кажется, мне нужно самому это все делать... Пока... Так... Я позвоню... Давай... Пока... Не в их интересах помогать ему... А, вот это... Авиасейс... Тихо... Не можно... И губу с полу подними... Мама звонит... Сейчас... Не бери... Угу... Не бери... Не могу я больше... Ваши взгляды опять приходили... Угрожали, что вас найдут... Мамуль... Он найдет деньги, как обычно... Не знаю, что делать... Если бы не вы... Я бы... Я бы уже рыбалась за мной... Ой, да ладно нас вините... Развод... Это уяд просто... Ходишь, терпишь... Иди погуляй, Кеша... Давно... Да, уяд... Да, это стыд... Нормальные семьи не разводятся... Мам, прости... Надо жить достойно... Чтобы глаза людям можно было смотреть... Ну, она кипела, я с ним поговорю... Это же я ради вас стараюсь... Дети... Они должны в полной семье жить... А этот... Какой-никакой... Отец... Мамуль... Мы вас очень любим... Не переживай, что это придумали... Да и к тому же мы уже с Кешей взрослые... Не бойтесь развода из-за нас... Хорошо, дочь... Ты... Ты прости меня, пожалуйста... Что я наши проблемы на вас... Перекладываю... Прости... Просто... Просто... Мам... Бросил курить души... Теперь моя спасла... Тур всяких... Братья спасли от бур... Я не стал таким, как все... Я уже не при покой... За ночлег... Я сам к себе обращаюсь... На всех треках... К черту все эти игры... Моя мама не стареет что ли... Кстати... Пора вернуться к вере... Эх... Пора вернуться к вере... Есть это... ЗВОНОК В ДВЕРЬ enin таблица... По дому... ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Быстро она ответила... СТУК В ДВЕРЬ СТУК В ДВЕРЬ Девочка симпатичная. Я думал, нет, скажет. Что-то он удивится, наверное, сейчас. Девочка симпатичная. Привет. Сара, ты... Я обычно так не выгляжу. У меня просто планы сегодня. Ну, я так и понял. Ближе к делу. Угу. Мне кажется, я нашел дом, в котором убили Айнура. Сейчас. Ого, это твой дом? Да, это наш загородный дом. Но мы тут редко бываем. Тут красиво. Ты еще внутренний благ, пойдем. Все хорошо. Как он узнал? Да. Просто представила, что там случилось. Блин, вот бы найти ее телефон. Да, интересно, где бы он мог быть? В общем, Сара, есть один сотрудник полиции, который помогает мне в этом деле. Когда я вам завтра позвоню? Ага. Спасибо. Что, ты как? Не все менты плохие. Я хочу пойти в этот дом. Мне нужна твоя помощь. Угу. Пойдем вместе под видом семейной пары. Что думаешь? Я не знаю. Ну, если у тебя другие планы, то ничего страшного. Я просто не думаю, что это очень хорошая идея. Да? Да. Мне нравится постановка кадров в этом... Ладно. Всего страшного. Нету. Постой. Я тебе помогу. Серьезно? Я тогда позвоню. Угу. Бедная девочка. Да-дэ. Вы пришли, мой господин? Я тут недавно по новостям видел. В этом районе нашли тело девушки. Да фак? Кто там? Вот это хорошая концовка, вот это прям, ну как и в прошлой серии, конечно, интригующе, интригующе. А я все думал, вы пришли, мой господин, кто там, интересно, пришел, фиг знает. Так, с интересника становится, такой, знаете, тут добавили детектив расследования, собственно, благодаря чему становится интересным. Так, серия начинается, я сначала не понял, но потом, как понял, с кошмара, очень хорошо, такой, чуть-чуть триллера. Нашелся телефон, ну вот как, ну как он оказался, блин, под диваном? Почему вообще она его вытащила? И как он сыграет, какую роль этот телефон сыграет в сериале, пока непонятно. Ну, типа, допустим, если бы этот телефон был в сумке, они от всех вещей, я с ним пеницем, избавились. Тут телефон в итоге появился, и это им не на руку, но по сути, если выключить, я думаю... Я не знаю, короче, пока. Насчет телефона пока неизвестно. Окей, идем дальше. Чуть-чуть заглючил у меня компьютер. Так, че мы... Какой-то, ну, такой беспонтовый, ненужный диалог, по-моему, был с братиком. Я даже не помню, о чем они болтали. Че я сказал в прошлый раз, то, что не хватает все-таки переходов. Не хватает саундтрека, саунддизайна. То есть, ну, вот, допустим, даже сцена, когда она была на допросе, и хотелось вот какой-то напряженной музыки, чтобы прям, ну, переживать, че, как все пройдет. Может, это и специально не поставили, потому что все в итоге просто вообще реально такие глупые и простые вопросы задали. Ну, камон. И такие... Ну, хотя нет, я думаю, лучше было бы, если тут была музыка, потому что показываются крупные планы. Как будто вроде серьезно все должно быть, но нет. Че, сколько лет знакомы, что делали, типа, и так далее. И я вкурил, не сразу понял вообще, но на самом деле оказывается... Ну, в прошлой серии сказал то, что все на мази там с ментами. И вот, собственно, этот мент, который допрашивал, вот с ним как раз-таки и договаривались. Вот. Ну, а дильчик не сдается, и в итоге решает сам расследовать дело. И благо есть хороший мент, который ему в этом помогает. Вот. Так. Мама, которая... Блин, вот, ну, ее тоже можно понять, конечно. С одной стороны, она, конечно, за это извинилась неправильно вот так вот, ну, свои отношения с отцом какие-то рассказывать, ну, детям. С одной стороны. Типа, ну, это между ними и все, самим надо решать. Типа, не отвлекать детей. Вот. Ну, и с другой стороны, я тоже, как бы, понимаю ее. Потому что, ну, кому еще дочке, она, как подруга, наверное, все может рассказать. И та тоже так же. Вот. Ну, проблемы, что-то жесткие какие-то проблемы у их отца. Я не знаю, сколько он там задолжал. Вроде она ему уже помогала, или, может, нет, не знаю. И она в итоге опять помогает отцу. Она, короче, молодец. Ну, блин, сколько у нее денег, и на что она живет, фиг знает. Вот. Сара, конечно, крутая в концовке. Очень круто выглядит. И, опять же, повторюсь, мне очень нравится постановка кадра. В эскорте. И в шокере тоже. Я вот только в казахских сериалах вижу именно такой момент, что... Как вам сказать-то, объяснить все это. Ну, в общем, пустота сзади человека, вот за спиной. И он смотрит как бы в одну сторону, и тут же показывает другого человека. За ним тоже за спиной огромная пустота. И он смотрит другую. И так же со средними планами. Вот. И в сериале Шокер тоже были такие сцены, кадры, где главный герой сидит здесь, а тут вот огромная пустота. Я думаю, что такое вообще прикольно. Это прикольно выглядит. Я такого особо не видел. Вот. И мне интересно стало, как он узнал адрес дома. Откуда он у него. Непонятно. Может, допрашивали людей, видели. Фиг знает. Но в итоге он знает то, что это дом. Не надо туда, типа, наведаться. И она... Все-таки, блин, ну вот ей стрёмно, короче. И ей хочется помочь. Но... В итоге соглашается. Хотя, ну, знает, на что идет. И соглашается. Вообще, за это респект. Такс. Ну, интересно, кто... Кто все-таки там господин. Давайте, ну, подумаем. Наверное, это ее любовник. Либо сын любовника. Либо... Это вообще не господин. Может быть, это женщина. И будет прикольно, если это жена. Любовник. Вот. У меня пока только этот роится. Возможно, вообще, кто-нибудь другой будет. Давайте... Смотреть следующую серию. А как вам эта реакция? Пишите в комментариях. Ставьте лайк этому... Видосу. Ваше мнение о сериале... Эскорт. Тоже читаю в комментариях. Все. Спасибо всем за внимание. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует... Продолжение следует...